Всем привет! Сегодня в нашем выпуске Спектра. В исполнении от Тимада очень непростая и интересная игра. Обязательно досматривать её до конца. Здорово-здорово! И Тимадыч из команды TSMFTX уже играет на мажоре, мы его здесь стримимим, поэтому приходите на стримы каждый день. Сейчас, Даня, начинаем и до вечера позднего. Это каточка ЧМ Интересна. Открываем таблицу, да, и там койква на Дарксире, дубу из команды TSMFTX, то есть тиммейт Тимада. Это игрок с Т1, Карл, Юго-Восточная Азия. У врагов Миракл на антимаге, на супер-сигнатурке. Это его третий аккаунт. Вот, Катаоми, Мершин, Сотник и 20 ранг на Вайпере. Такой интересный паблик. Кайф. Сейчас все игроки съехали из разных регионов. Контентище. Такая-то четвёрка Doom, да? Да. Да. Смотрите, артедом. Ооо, нет. Те, кстати, пятерочка пугнул уже достаточно. Не в новинку, скажем так. Хороший герой. Но здесь, кстати, пугай не такая какая-то имбалансная, как мне кажется. Но в целом пугай хороший герой. Такой что-то он... Что он дикрепи 5 качал на пугне. Чего? Не могу поверить. А это зачем? Ты снова божьми сблигнул? Ну, скорее всего, иначе... Ну, может быть, это как-то подразится за Ринджей. Но, блин, у него фуллмана сейчас. Посмотри, что происходит с ДК. А если бы он кидал бы ещё первый скилл на 100 урона? Вот по двум милишникам по КД. Под замедление от спектры. КД на первом скилле пугны секунд 7. 5 вообще, 5 секунд. Они бы сейчас убивали ДК. Какой же Ринджей, что он скачал? Это, если что, тиммейт Тимада. Зачем такой тиммейт нужен? Фуллмана стоит, ничего не делает, только от руки бьёт. Руин. Там в миде Карлита уже убили. Обидно. Бот антимаг фулл фрифармит уже скиллом. Тут-то уже всё плохо. Мир окладных фрифармин антимаги оставлять. Это, конечно, опасная затея. В игре, где у врагов и станов это стяжка шторма, шторм вообще против антимага, драксир, пугна. Ещё и спектра. Это такой фрифик для антимага. Согласен. Думаю, на самом деле на четвёртой позиции не такой плохой, если он крипа хорошего находит. Сейчас у него получается скорость атаки крип. Шторм дисконнектится ещё сверху. Ну, там в миде убили вайпера. Никс пришёл по итогу на мид. А драксир, а там антимаг унижает просто. Да, это жёстко. Четыре один. Ну всё, как-то видят дисконнекция. Драксир, филипп. Ой-ой-ой-ой. Пугады с декрепифаем. Можно хуже условия. Они сейчас держатся, наверное, только на том, что спектрак крипчиков добивает вроде нормально. У него 13 крипов, кстати, на секундочку. Чё, он скачал себе кинжал. Кинжал в один пока оставил. Ну, больно пробивает, конечно. Думаю, много урона под этим атак спидом. Паузу, наконец-то, можно поставить на третьей минуте. Давай промотаем. Давай. Долго его нету, слушай. Я думаю, что пока пауза, можно сказать о том, что... Да. Пока пауза, в принципе, ничего не происходит. Мы можем напомнить вам, чтобы подписались на нашу группу ВКонтакте. Ссылочка есть на неё в описании к этому ролику. Думаю, вы замечали, что у большинства наших героев персонажи выглядят очень красиво, но далеко не каждый может позволить себе такую роскошь. С Epic Loot всё становится возможным. Сейчас у них на сайте вышел боевой пропуск для гулей. Просто выполняешь задания и получаешь награды. Но не как в доте, а круче. За каждый 15 уровень случайную аркану, а на 60-м последнем уровне ты заберёшь гарантированный ДК-хук или плечи на СФа за 20к рублей на выбор. Этот боевой пропуск стоит 800 рублей, но по специальной ссылке под этим роликом он будет абсолютно бесплатным. А если ты любишь СФа, то играй в бесплатный для всех временный режим мид-баттл. Просто попади к Айлом и забирай за это скины, сундуки и другие призы. Всё это можно получить, перейдя по ссылке в закреплённом комментарии. Ну что же, продолжаем наблюдать за противостоянием Спектры против всех. У них, кстати, есть тоже чем отыгрывать на самом деле. У них Пугнапль и Шторм, это хорошая комбинация героев. Постоянно фуллмана Шторм будет летать. Можно будет тут что-то придумывать. По его билду пока что Блэдмейл в этой катке. Мне кажется, Блэдмейл тут плохой. Не знаю, чем он Блэдмейл. Если он собирается покупать себе Аганим. Давай по таймеру смиримся. 4-0-3, 0-4, 0-5. Всё нормально. Чтоб всё чётко было. Первый спауза, конечно. И пассивку покачает. Тут всё по классике. Блэдмейл хорош на самом деле тем, что ты спокойно фармишь лес. То есть дисперсия отражает по крипам. Плюс Блэдмейл где-то отражает. Блэдмейл хорош в основном в тех играх. Ой, сейчас ему лицо разобьёт. Опугнут тут нет, да? Да. Вот так вот. Спокойно наказывает. Но он очень агрессивно, конечно, зашёл. Сам умер. Сам ошибся. Давай умричь на шторме после телепорта. Центральная башня сел тьмы атакуют. Не страшно. По поводу билда. Блэдмейл хорош против лешаков, против неконтролируемого урона. Когда нужна броня при этом ещё. Если аганим берёшь, то лучше купить себе сабельку. Либо ничего не покупать. Мне кажется, это оптимальнее гораздо. Саблю можно разобрать в тот же аганим, а потом ворчит Блаторн. Вот. Либо ничего не брать, чтобы аганим как можно раньше появился. Ну, может его приколюшки через Блэдмейл поиграть быстрый. Окей. Смотрим дальше. Такая будет, знаешь, терпильная-терпильная каточка, судя по всему. Этот дум по итогу ещё неплохо свою линию постоял. Взял себе крипа на реген. ДК очень самодостаточный. Броня сейчас будет у него в 3. К примеру, да, его вообще никак не продавить. У шторма 5 левел до сих пор. Причём только начало 5 левела. Сложно-сложно. Поскольку я буду справляться. Да. Вначале он себя, стик, решил не брать. Он себя взял в цирклетке-ветке на статы. Нормально. Добротный билд. Вот там домчика убили. Приятненько. Может быть ещё вайпера, но нет. Шторм до сих пор 5 уровень. Хотя бы активку забрал. Спикер нужно постакать. Вот пугно, если уж играет в такую катку, играет очень пассивно, то им нужно сделать стаки. Если спикера берёт блэдмейл, то стаки качает блэдмейл суперприятно. Какой же он душнин, ДК. Идёт и кликает. Всё, ДК 5 уровень. Броня в 3. Вообще не получает урона. 16 бронегерой. 15-го порегена. Шторм вообще хороший герой против ДК приходит, убивает его. Но когда димит так сильно на шторме проиграл, фиг ты что сделаешь. Ну там вайпер. Вообще ничего невозможно предъявить. Тарксир уже стоит АПК в кустах. Он в боте. Он, по-моему, играть вообще не хочет эту игру. 2000 преимущество. Вот закономерное давление сейчас будет с этим вайпером, с этим ДК. Смотрел классный герой. Криптика выворовать. На Дарксире. Куру подрежет сейчас Меркл. Курьер сил света. И это Меркл. Понятно, понятно. Хорошо, вот он шторм. Не успел притянуть на шторме. Придется потратить чуть больше маны. Главное, чтобы он килл получил на шторме. Иначе... Верхнюю башню сил света атакует. Приход супер стрёмный. Ну и вышку пробьют. Из плюсов. Пугна раскачка. Бласт мог бы в двойку взять и прям сейчас. Они бы спушили пачку, еще сильнее пробили бы тавер. Поздно он бласт березу 2. И вообще не нажимай этого. Ну ладно. Сейчас бы шторму ману порегенить. И остаться бы ДК убить после телепорта. Это было бы суперграмотным мулом. Сломали бы тавер. Нам, наверное, не хватит. Окей. Почти убили вышку. Спигра пойдет дальше качаться. Фугна сейчас пойдет стакать. Плюс контролить активку. Важно шторму в этой игре. Забирать все активки. Потому что... Надо камбекать. Ты видишь, сколько героев сейчас в миде за эти активки дерутся? Как это важно? На хптс-е люди понимают. Сторму ману забернули. Сторм умер. Упс. И руна при этом еще в боте. Бывает-бывает. Потыкает дума. Да, чуть можно потыкать дума. Нигдс идет. Там еще и вупик. Контроль манайдер всем не осталось. Дум против спектры всегда был неплохим героем. Просто чтобы она не нажала свой хаунд. Потом он в процентах ей дамажит. И с огнимом отключает ей пассивку. Плюс вайпер классно отключает пассивку в спектре. То есть она не дамажит. И не плотно из-за дисперсии. И поспалом давай, наверное, поговорим. Что первый из скилок нержал. Дает вам проход сквозь препятствия. То есть через пригорки, через героев бегаете. Можно так мансить очень жестко. Плюс кидаете в героев, подсвечиваете их. Можно фармить спот через спот, чтобы иметь больше натворца. Урон есть у этого скилла. Плюс изменение скорости передвижения. Врагов вы замедляете, себя вы ускоряете. Второй скилл дизелэйт. Чем больше... Точнее... Другое хотел сказать. Если герой стоит один или крип, то вы по нему дамажите чистым уроном дополнительно. На манту тоже работает. Третий скилл дисперсия. И отражает, чем ближе герой стоит, тем... Или вражеский крип, тем больше дамажите. То есть просто блок урона, который отражается во врагов. Причем урон отражается ровно тот, который вы получаете. То есть если вы получаете чистый урона, то чистый урона отражается. На он под мид. Классно забирают. Маны нет, к сожалению, на кинжал, чтобы думать зачезить. Базилку себе взял на спектре. Вот базилка... А стоит ли ее вообще покупать? Вот эту вот базилку на спектруле. То есть манреген нужен. Но не профитнее ли взять себе сейдж-маску за 175. И не грейдить ее в рецепт за 250. А просто себе взять рейндропы за 225. По итогу базилка в сумме дает полтора. А рейндропы плюс маска... Дают тоже полтора. При этом стоит чуть дешевле. И блок урона будет. Базилка хороша, когда вы покупаете ее на героя, который очень много слотов в начале имеет. Тут в принципе церклетки уже можно и продавать потихонечку. Он их скипает по итогу. На спектре рейндропы хороший айтем. Кинжал закачан. Фармежка идет. У Миракла 301. БФ будет на минуте 13. Дарксир в боте снова погибает. Это Миракл, ребята. Никакой победы. Никса еще убьют. Он на спектре просто фармит. Все-таки решил Блэдмэл покупать, окей. Может быть, а в играх, где у вас все плохо, где у вас на всех линиях дерьминцо, вы с Блэдмэлом таким образом будете заходить в драку и... Ну, как-то больше дэмэджа что ли раздавать. Больше импакта будет от такой спектры, нежели если фастовый аганим просто фармить. Ну что, даже если он купит себе аганим, как найти киллы, если у вас все линии прососаны? Невозможно. Ну, под Никса там как-то, может, со штормом. Ну, хотя на самом деле спокойно в этой игре можно находить киллы. Щеточек на Никса, Сюрдж, шторм влетает. Можно находить киллы. Там уже антимаг где-то ловить, пока он там не наковырял кучу шмоток. И сперсию по итогу максит. Опа. И возвращается на кинжал. Как же хорошо он страйфанулся. Надо бежать просто. Молодец, молодец. Сейчас очень круто сыграл. Остаток кинжала был на пригорке. Он на него вернулся. И в итоге дум впитал. Плюс выходит спокойно. На миг, к сожалению, он тпц шторм. Но он тоже тпц на эту вышку, чтобы компы тут пофармить. Враги, скорее всего, должны бежать отпушивать топ-линию. Пугна стакает. Главное, чтобы не врагам. Врагу верхнюю башню. О, врагов. Узнала надо контролить. Вардец стоит прямо возле т2 и недалеко. Хороший вард, чтобы закреплять доминацию в начале. Палареточка еще от Пугна. Сейчас он 6-й напуганья обнет. Может порегенить где-то спектру. Спектру, конечно, очень профитно. Регенить Пугной, потому что дисперсия работает. Блокирует потом кучу урона на этот захил. А в боте даблкилл оформляется. 3000 преимущества, 13-6 общий счет. Вот важно сейчас смотреть за его перемещениями. То есть он увидел двух героев в боте, понимает, что нет дума. Один герой в мид, один герой в тпе. Один герой в мид. То есть, в принципе, у него вся карта открыта. Пойдет мид, покачает спокойно. Крипа не стал добивать. Может тут крипы умирают на линии. Экспа, золото. Больше. Вайпер показывается в боте. У Дума нет ультимейта. Чисто в принципе, в теории, он мог толкнуть еще один вейв на миде. Вот прям сейчас. Но решил пойти в лесочек. То есть всех героев видно. Нужно, конечно, забирать такой сейвовый фарм. Кликал своего тиммейта. Мне интересно, сидят ли они в дискорде там или на будкиче. Хотя они же на турнире, они по-любому на будкинпе сидят рядышком. Мид еще профармит отлично. Ну, сейчас уже никого не видно. Просто кинжалчик. Суперпалевно нажали, да, они нажали так глиф. Вот непонятно. На бот тавер они нажали, либо чтобы мид крипов спектра не добивало. Но по итогу вайпер толкает эту линию на спектру. Он ее профармит. Параллельно можно смотреть на бот. В боте, скорее всего, киллов опять же не будет. И вот теперь фарм с блэдмейлом и дисперсией. Хороший фарм. Будет сейчас нормально так повесосить компы. И Яша хочет себе взять. Но можно на самом деле. Он прям как знал, что ему Чипит Вест выпадет. С блэдмейлчиком прям нормально в лесочке пофармит. Да, дисперсия, блэдмейл, Чипит Вест, все это отражается. Ну, конечно, да, быстрый фарм. Комп пропустил, что ближе, наверное, быть к топу. То есть он пока что не выходит на линию, потому что немножко стрёмно. Да, то есть только вайперы в миде видно. И как только герои покажутся в боте, он уже близко будет к верхним компам. Поэтому он не стал бить начальник кемпы в лесу. Но по итогу никто это по-прежнему не показывается. Вот ДК показался. Можно хотя бы свой лес пробить. Все герои тэпаются, у него есть хаунд. Готов сжать. Жмется хаунд. Улетел обратно вверх на свою иллюзию. Он понимал, что даже если он кинет кинжал, то ворума не хватит. Постоянно мониторит, какие кнопки потрачены. Минус ультимайт ультимага, минус doom. Вот сейчас бы оказаться в этом файте. Враги давят только потому, что не знают, что хаун-то нет. Это он прокачается. 9-19-7 счет. Мем, ну он конечно кинжал кинул. Не достал до компа, увы. Талант взял себе на сетом уровне. Взял себе атрибуты, а не перезарядку кинжала. Что-то интересно. Захотел быть более статовым. Да, он прям так чисто в статы и собирается, и талант взял. Яша первой шмоткой. Но покупать два таких промежуточных артефакта, мне кажется, может быть немножко жидновато. В чем в итоге добирает себе Яшу? Нет, он себе Бент оставляет. Ну вот это уже правильно. Потому что он покупает себе Блэдмэйл, Яшу. Если ты хочешь Аганим, то после манта Аганим брать это как-то очень поздно. Поэтому этот Бенд оф Элвинскин у него просто в инвентаре останется. И он будет фармить себе Аганимус. Цирклетку перекладывает. С другой стороны, раз ты купил себе эти два, это можно уже Яшу догравить. Потом купить Аганим после Яши. Но, конечно, он выход на спектру врядом никого нет. К сожалению. Но это ошибочка, конечно, от него. То, что он вообще никого не видел на карте. То есть, Аганимак по классике пушит топ, и враги, скорее всего, будут скипать мидвейв. Скипать будут они мидвейв, тем более там есть ты. И еще и тебя. Праллельно скипнут. Но играют, не сдаются. Хаунду в двоечку. Сейчас мидвейв запушит и могут попробовать на вайпера выйти. Драксирил подпушивает топ. Конечно, тушкой пушить линию не нужно. Драксириле нужно на крипов вешать щитки. Нормально. Шторм нашел килл с аркейн руной. Идет дальше. Байбер показывается в боте. А он на спектре просто обойтся в бот. Дадут подкачаться. Норма не заберут, будет хорошо. Но штурм погибает еще и килл Мираклон. Да, Мираклон вообще там разгоняется не на шутку. Десять тысяч. Нормально. И он сейчас будет расти с невероятной скоростью. Потеет, знаешь, прям как не в себя. Он там уже и Монобердникса доджет. Обидно, обидно. Восемь тысяч преимущества. И ты при этом спектра. Герой, конечно, который может камбекнуть. Так не хочется, чтобы вначале сильно душили. Потому что порой этого момента камбека может и не наступить. Нажимает Блэдмилл в пачке крипов и его тут должны снова забирать. Хаунд улететь куда-то? Улетел куда-то. Ну, Мираклл килл хотя бы не отдал. Ну, хоть что-то. Но вообще этого не стоило. Стоило бы это того, если бы он выжил, но он не знал, выживет он или нет. Акмана Бёрн. Забернили на Мираклабламана на Блинг. По итогу минус дум. Садет. Окей. Образмен на стенку. Иллюзия антимага осталась. То есть можно подраться. Тут что-то, по-моему, дум загулял. По-моему, тут прям всей командой. Че-то прям душка вообще жесткая. 27-8. И Шторм пытается сделать фраг, не хватает чуть-чуть совсем. Пришлось улетать. Блин, пусть я фарминг первым, а этому. Ну, ну, Штормакс, здесь линка пойдет. Хоть что-то. Простание или спектр, сейчас под лейдмейлом. Под хил от пуганой. Против ДК, на самом деле, был нормальный, работает в этом огне стоишь. Заберут отличная стяжка от Дарксиро по трем героям. Шторм должен погибать, не успел на пугни захилить. Есть кинжал и... Шокинжальчик, пошел. Да. Слушай, они не могут вайпера забрать. Ну, там антимаг живой. Маг подключится, если что. Надо сейчас фармить и гоним. Донести себе сферу, которую он купил. Ну, он ее, наверное, даже перекладывать не будет. Все, вместо базилки может. О, аквилка, яблоко. А, это аквилка для мира. Яблоко для спектры. Хороший айтем. Интеллект плюс сила. В итоге с сферой, это почти 2000 хп спыта на силу. Даже больше. Очень плотная спектра будет. Надо будет фронтлайнить. Так, но не получится, да? Не получится, увы. Агропает лук. Что огоним дает на спектре? Вы по всей карте, вот хаунд управляете, да? Но с аганима вы можете, если видите какого-то вражеского героя, на него точечную иллюзию накинуть. При этом в этого героя сразу же наложится эффект первого скилла кинжала. Хороший аганим. И можете прилететь еще на эту иллюзию. Куча дамеджа, мобильность по всей карте. С талантом на 15 уровне и на урон от даггера. Это он топчик. Кто возьмет? Да, урон от кинжала. Ну вот тут, я не знаю, мне кажется, смысл брать статы на 10 уровне, если ведь это талант второй тоже на даггер. То есть берешь на 10 уровне просто 4 секунды перезарядки даггера, а на 15 уровне урон от даггера. Ну, опущусь. Больше флоретов не скажешь. Ну, 100 хп, конечно, это круто. О, задумали. На статках кинжала снова уходит. Верхняя башня силы. Быстрая спитер. Командаря рядом, здесь ДК. Здесь пугна, что очень важно. ДК переключился просто на пуганную место, чтобы парни за спитерой. Ой, великолепный габинациз, я стал по другому героям. Просто великолепно получается. Терло-стерло, дай просто. И он успевает еще. А че он не улетел? Он мог бы не знаю, по идее, да. Вроде он успевал. Но я поверил, да. Верхнюю башню силы. А, у него гадим же есть. Он поэтому и улетел. Мапер должен умирать. Дисперсия будет мэл. Ну, его заберут. Но он тысячу голды получил. ГГ пишет, Карлито. Недоволен он этой игрой. Тимара тоже немножко в тильте. Ну вот, я вообще не знаю, как эту катку можно выиграть. А какие должны быть невероятные фантастические прокасты. Ну, Spectra made хороший Antwars. Да, у нее меньше, чем у Antimaga на 5000, но оверол в целом, если смотреть, да. Antwars позволяет играть в эту игру. Мы укрепили свои сооружения. Что у него меньше, чем у вайперы на 1500, больше, чем у ДК. Встает. Если дать уже так же будет продолжать исполнять, то шансы есть, конечно. Хорошие связочки, станчики от них сана. Миракл каком-то вообще другом уровне. Кто-то узнал, что Драксирует Драксу сейчас прыгнет, попробую Шарда ударить. Миракл манду жмет, чтобы Драксирует его не ударил Шарда. В Беллинку, Шторм погибает. Этот игрок слишком хорош. Как говорил, Сев, когда играет Миракл на любом персонаже, такое ощущение, что это его суперсигнатурный персонаж. И так и выходит. Скади на 24-й минуте у паренька. А че же не Скади описал? Бывает игры, когда у тебя на 21 манду думаешь, ну, неплохо. Мой что-то сейчас наконец-то пофармлю. 13.05 в Миракл. Баттбергуровый от ворс у него, конечно, охренеть. У спектры все равно нормально все. По крайней мере по XP 20 левел на 23-й это прям очень хорошо. Улетел обратно, попохал немножко врагов на скиллы. Снова улетает на ДК. Блэдмейл включить, хорошо. Что, что, нормально так отбились, походу. Миракл без маны, что ли? Так, Миракл без маны. И еще, тема, да, получай. Собирается, реки, так и ДК заберут, походу. Просто показали. Че боишься? Файперу попадите, да. Кайф там. Отпусть это 2-пека. Против файпер, конечно, очень легко ошибиться. И снова агонимный скилл. Кайф. 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 Просто зафайт манту себе сейчас купят. Офигеть. Да, две с половиной тысячи нафармил. ну 2 там до этого еще к саре приводил а он без моей боясь на вайпере не заберу не хватило vision пропал зато он не смог кинуть агонимную хрень но тут тема дочь не подошел что-то на вайвера побоялся все герои были мертвые к сожалению глобочки педаем сосед навалил контента не слышно и вообще не слышно окей тогда не буду переживать таланты атрибуты что возможно ошибка орнал кинжала абсолютно правильно и здоровья тоже из 15 20 они вообще не меняются роман дизайта слишком маленький хотя против кого-то гулей видел берут miracle прикалывается со шторма тоже тушил счет 41 18 но если сейчас еще удастся им провести такой же хороший fight то это прям комбат комбат будет да он теперь покупается и маншард первый раз увидел маншард от смолена это на спектре по моему мальчики бегут попытаются кого-то найти и хаунд есть агонимный скилл спектр и самом деле он мог на спектре дубасить крипов что он-то законнектится команде в любом момент и шторма подловить могут враги так макия вообще попадал он побежал и у него там своя дота же прикольно если берут рошану это будет очень хорошим может просто внимание отвлекать опа плюса я весну может быть может быть поваром специально пошел чтобы они на него отвлеклись но получилось в итоге хорошо и любовь добрать и при этом сформу даже вы же выжил каким-то чудом правил иллюзию вот важный момент что можно постоянно возвращаться обратно на то место откуда ты кастовал хаунд или агонимный скилл полетели снижение улетел когда станды как оставал казалось может вот выиграть это blood mail агоним и монтаж это факты вообще но герой герой этого достаточно муж артик чем хорош тем что спектра вот как герой она же очень редко покупает себе слоты на урон то есть там мкб этой далусь она дамажит больше из-за дисперсии чем больше так спида тем больше она будет дамажить из-за дисперсия лизы дизелайта когда юнит 1 потому же антимагу это кайф бил через манчард манчард башер община из удаш наш ботал есть еще и под дэшкой будет спектра если что ultimate имеется продать все лишь игра такая напряженная что он даже забыл продать артефакты которые мочи с бэк пакетом базилка хотя тик положится даст тоже нужен только базилку можно скидать тут не она так спит летит на огонь и весного а он покажет сейвич да был думал бетел да вот я и супер видном было америка урагов конечно классные скиллы подгудут грима и шторма заберут он америке даже ультимает не дротит а сергей я ха он все еще готов на варде я видимо хотят кого-то покнуть что продаст базилку продаст медальку купил тосты пришлось скипнуть бкб убили никс убил бкб антимага слушай очень крутой мув теперь miracle 3 минуты без бкб шки это ли не знак что на ресницы и подраться дома нет есть манта чтобы задолжить окей кнопочку держит на пульсе они где-то иллюзии нормально так растыкивают чистым а там просто не ли еще вайпера из-за карапасов он просто задыка идет дк на самом деле может спектра пробивать из-за чистого урона отлично вышел неужели выживет нажимается был mail нет заберут его 95 секунд без ббк да но там шторм прилетел хорошо дк забрал ну ладно шторм по дефей базу и ds есть со стенкой там два героя логата шпарковные они пошли пушить 202 пушить нет резона выживет а что нормально девать у него талант на 80 кром над вайпер страйка и урон секунду 240 1200 магического романа наносят скил вайпера добротно добротно скажу тебе под гравбол еще усиление на 15 процентов просто откис на дарксири ладно ладно собираемся вместе и деремся петра будет готова через 60 секунд хаунта да и без хаунта тоже она будет готова часто ланс или возьмет нажимает героев вайтера я верил очень больно там кая встроенная там такое усиление жесткая по поводу таланты я думаю что он возьмет все-таки себе не не дисперсию тут вайпер отключает пассивкой дисперсию у него плюс манта муншард и большой левел я гоним то есть он может баф на талант на 32 процентах урон но и иллюзий от хаунта это будет мне кажется оптимальнее в этой игре тут подставить произошел чтобы он всем он шар добил ну и момент истины талант не добьет по он туда что дорогие уже тут добьет добьет и талант на урон нас значит думает башкой ну что по дефолту все берут урона дисперсии он почти всегда лучше но когда у вас огонь и манта муншард и иллюзии очень больно и быстро бьют профит не конечно взять урон от иллюзий при каждой люди дамажит 112 процентов необязательно даже спектрой fight заходить на дистанция будет работать ну да так на варшанчик две минуты не смоги бегут пытаются найти какие-то киллы уже враги я думаю должны быть под напряжены им бы вот у них по сути пусть им его ее и поймали мир от ламира клу неприятный кучу иллюзий лузов мир околами реклам нереально было плохо его забирают на гневом скеле прилетел как же много иллюзий ты видишь отдраксировать отличная драка хороши сервис вы поставили ops так они хг что ли час пойдет пушить до него они попозят минимум по идее они так не знаю нас ты то что поэт наш не сил света ну да когда я по его пока бы и не нажал ну конечно этот смог просто сейчас переломил исход сражения пошел-пошел с муншардиком рубакать интересно вот если поставить д.к. супер бронированного плотного героя 3000 хп там 30 брони даже больше насколько быстро его спектра убьет если нажмет агонимный скилл и манту и сама еще будет бить мне кажется д.к. умрет там буквально секунды за 2 из-за чистого урона от газолейта на главное что он конечно в соло стоял коэффициент на победу команды мерекла был бы до вот этого смока и на один я думаю ну нет до смока наверное 1 и 3 она команда потому что и за трех десяточка . не мог быть 1 и 3 это все-таки не такой уж и маленький коэффициент десятка это когда на одну команду 11 а на вторую жизнь продолжает фармить парни свечи сбоку башку чтобы его не станели файде чтобы он просто продолжал бить даже если задумает может урона не хватит по спектре вайперу не отключает пассивку из плюсов и сейчас враги могут смог нажать но у него хороший vision стоит на иншах на пригорке своем дарк силам все хекс добивает у них все деньги на хекс на бай оставляет надо если с хексом можно вот приоритет файте спектра скорее всего сама убивает грим строка вот кого-то бы дума убить шторму чтобы точно дом не нажался файте ни в кого будет хорошо или мере голосом подставился как хорошо что дексир бэбэк оставил штурма криптиков уже скипать любую на них я подраться уж на мага ним и подбор дар сиро можно поприкалываться то опасно сейчас конечно шторм мало потратился он щас поригенится и под новую стяжку да и сбай вдавит скорее всего или нет враги не должен видимо решили продать сторону стянул пустоту на дают браке стяжка 4 героя в дарксир где же ты почему-то не бейбэк это уже поздно добивает и улетает еще на других чела ты мог на вайпера сесть наверно хотя вайпер лужу постелил даст уже подходит манта дочь успел 0 минус пойдет но конечно них ура у них прям пик такой на камбэк шторм спирит от базы dark sir который стягивает никс который копает под все это дело вот теперь над вор спектр и конечно поражает там еще лабилер упал пошла выдавать еще и подражала так совпало удачно не совпало это холодный расчет там шарт вращением и для спектр и шарт не такой крутой там за каждые 300 полученных урона герой бросает кинжал как бы в атакующего персонажа как будет бить в него отлетит в портик это раз 7 секунд может происходить без пока не выкидывает во всех подряд эти кинжалы сайте взять если никому не нужен надо если есть шарт на пугни шарт такой себе на них все шарт есть на шторме шарты есть почему бы не взять чтобы усилить взял себе левеллер еще и под левеллер можно купить башек пошел кликать потому что лужу потратил на вайпере слушай так он лужу потратил а у него кд лужи вообще нет три секунды перезарядка на лужица это новая переиграет и посмотреть мне рассказывает топ-20 это это только пока скорее кто-то кого мы точно знаем сейчас почекаю может быть нужно идем ну конечно по слова цели дэмэш через дизалайт просто сумасшедшие нужно только сэй бкб нет минус аегис трипл килл для меркла пошел ким мэр спектра горит это еще не конец это конец и убежал это ларинов из гамбита запрятался он ждет пока на них согласно подойдет благо нужно продавать ваши вместо него брать на уже не так уж и крут он уже мог это сделать у него бы и бай остался странно может не рейтит типа но на самом деле башер очень хороший под его билд просто нужно законтроль героя скади тоже нормально но против антимага башер поприятнее толку что антимага замедляешь вупи каскаде хорошо против сапов для статов но под его так спит всегда будет точно башить ну что рисуют совсем не могут запушить раз героев видит сколько мы не хватает на мой бэк она ему хватает кстати если он продает гудмил на башу рыбай опа опа ой 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 на них все партишечка ошибается нужно было просто копать скорее всего было сразу там просто давай да да просто под копчик паспетра нанесет ром нужны еще можно купить в его билде было торн и кстати вот чем сабля хороша и и разбираешь но вместо было мило и и разбираешь в одну деталь вагоним другую деталь обливаем став он остается в матч слоером и слайдинг вот он по грим строк показался переключается на мир около как же ему больно просто вытирает мигла просто вытираю нас еще засаживается на саппортика гриму дают это верил хорошо он терял от паса этого набер там грима добивает хорошо и еще один килл даблки возвращается обратно окей как ты знаешь так снизил градус набирал набирала борта потом и сюда возвращается поставил точку ну и почти десятый уровень быстро короче на спектр я на самом деле вот такой вот агрономное нужно прям очень бодро реагировать на все и следить за всем чтобы ничто не упустить никакой момент прям файтах нужно прям мониторить каждого чтобы не упустить свободный килл и всегда успевать улететь обратно если что-то пойдет не так это может зарешать очень сильно но и билд объективно хороший билд блэдмейл мне показался спорным решением но с ним объективно много покачался и где-то даже файте урона дал брони себе добавил аганим плюс манта плюс кончат это топчик бакаба берется против большого количества станов infernal блэйда моноберна и в конце концов тучки вайпера что самое наверное неприятное которая отключает пассивки и не дамажешь и не такой плотный великой от на рашхану на рашхану там еще и даже близко нет они просто на таком параже играют что никто не таймер от рашхана аганим по итогу съедает то есть не захотел скипать блэдмейл он выбрал что если гоним она прям рейтинг нижнюю башню сил света атакуют интересным а он то нет у них антимакс только показался здорово братишка бакаба не нажать надо успеть ну да башек пригодился хорошего куба пинца по тренировкам тут уже пришел в мире кого раздал дерьмо шторма байкается сейчас его станет башер работой красиво тяжесть попал героем и выбираю минус дк красиво но знаешь как повезло удачно вообще дракстир там законтролил миракла миркл прыгнул в него потом спектра забавшила и вот под конец баша ровно шторма стал прилететь идеально получилось какой следующий слот он себе возьмет после обессала бабочка не можно было бы но она не особо нужно может таскать его либо либо блаторны либо скаде это был декор кстати потом у него такое а это мир и колочь чистый урон чистый урон под мушардом с иллюзиями это конечно адский больно по диспектре хорошо работают те герои которые кучки всегда с другой стороны если они в кучке то дракстир стягивает них скопает шторм гаджет жестко хорошо все сыграли но видно что х скильная катка то что в принципе справа х скиллы у них просто драфт не такой чтобы начало выигрывать против героев слева у них что мы в миде против вайбера вообще анрил стоять у них антимаг против дарксиро и лица на линии там еще дум который затыкает персонажа чтобы сделать врагам чтобы им нужно убить без есть кола перри не он просто весь урон забирает у спекторы и снова все в таверне бббб провести но враги уже пытаются пытаются хочет сделать но не получается они но общего спектр и очень мало хп осталось вайпер сейчас один раз плюнет он задолжит мантой пингуют на рожана и там как раз пять секунд до он читал него а будет ли там рефрешер в рожащики возможно не помню какой-то желание там агонимчик следующим будет рефреш конечно против спитры с двумя хаунтами драться вообще невозможно 38 почти максимальный повтор наберет будет максимальный раз у него так много урона может быть добрать себе еще какой-то хекс на и она суши там госту у грима либо можно нулик еще взять себе с его то так спидом это еще много урона либо можно бабахнуть хекс либо торн все тоже либо сказали хекс кайфовый блин он даже мне кажется антимага может в один момент просолить x плюс обессал то есть ты прыгаешь хексишь если повезет под конец забашешь потом обессалом продлишь но все-таки блатон хочет быть именно бьющим еще сильнее бьющим персонажем что наконец-то вам продают блэдмэйл пара на 48 минуте этим ага видно он на спектре готов законнектиться в любой файт мудшард не не съедает миракла на мид дерьмица на вроде как крипы пушат на все номер пачку можно скидывать у нас петре можно сделать но с айгисом конечно хочется стоять в центре файта кто поставил свою иллюзию я очень боятся но они уже эту игру заканчивали он уже язвил на вайпере писал ггвп пугно пошла вперед искать героев он длингует уж там грим был и грима подглавили ай-яй-яй-яй хаунд ради не нужно да его и так забирают вот он остался а теперь так спит какой а теперь 036 вот так же он легче позвонил на штурме и просто все забирает думаю хорошо играет карл крутой он забирает бараки последние ну что пайбэк от дума думать смог прожал но трон бить будет сложно потому что там лужицы вайперами проще чтоб пойти хорошо по стяжку шторма просто улетает на ультимейте есть адресал дума и просто иллюзии чистым уроном ваш протеет приключается этого мира кланя конец наверно дом каверну не через дозеков но все хорошо сыграли на его опера добрали где стана сник сайте лютый эпохи скиллов от шторма жёстко жёстко скатали в карту дарксир молодец дали ну реально все хоряются крутой исполняли красоте мада видно было что он много делал говорить не стоит хорошая игра за нее можно и лайк был упасить почему бы и нет посмотрим на финальную статистику и там пятьдесят семь тысяч нанесенного урона кстати айди игры если кому нужно вот она можете переписать посмотрим от лица нанесенного урона 85 57 этого вайпера а этого вайпера да я не туда посмотрел действительно 85 тысяч урона фигеть ближайший к нему в его тиме это тот же дарксир 37 ну 85 это много конечно 800 гпм а кайф кайф катка да спасибо всем за просмотр всем пока